Всем привет! Сегодня расскажу о том, как включить Алису в Яндекс.Браузере. Итак, приступаем. Значит, ссылочку на данную страницу оставлю в описании. Надо скачать Яндекс.Браузер. Нажимаем «Скачать». Запускаем. Лично у меня Яндекс.Браузер уже установлен, поэтому я нажимаю «Установить» еще раз. И сейчас он просто обновится. Итак, друзья, Яндекс.Браузер обновился. Давайте теперь проверим. Слушай, Алиса. И, как видите, появляется Алиса, вроде как бы стандартная, но как управлять Яндекс.Браузером? Давайте пролистаем. Включаем. Слушай, Алиса. Включи радио РОК. Слушай, Алиса. Включи радио РОК. Включаем. Вот, как видите, все работает. Теперь можно действительно управлять Алисой следующим образом. Давайте еще посмотрим. Яндекс.Браузером. Скажите «Открой ВКонтакте». Открой. Слушай, Алиса. Открой ВКонтакте. Открываю. Давайте посмотрим, что еще она может в ВКонтакте. Слушай, Алиса. Давай играть в города. Москва. 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 Короче, игра понятна какая. Значит, продолжаем. Значит, скажите «Открой браузер». Слушай, Алиса. Открой браузер. Как-то не очень похоже на город. Попробуйте еще раз. Или можете попросить у меня. Нажимаем «За». Слушай, Алиса. Открой браузер. Открой браузер. Окей. Открываем браузер. Ну и продолжим еще, что там есть, какое управление придумали. Слушай, Алиса. Как у тебя дела? Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Шутка. Надеюсь, что у вас тоже все. Короче, друзья. Вот вы только что видели. Теперь можно действительно управлять. Значит, тут появились вкладочки еще. Вот я лично не замечал. Может быть, просто поменялся дизайн, приложение и так далее. Даже папки и так далее. Значит, друзья. Надеюсь, вам было интересно. Значит, можете болтать там с Алисой, управлять компьютером. Ну, проверять, как она выключает, я не буду. Я, в общем-то, поверю на слово. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok